Тула. Центральная площадь. Гостей встречает огромный памятник. Кому? Чему? Конечно, прянику. Выглядит аппетитно. Кстати, как отличить хорошее от плохого, это вам каждый туляк расскажет. Должен пахнуть. Должен быть мягкий. Чтобы купить свежий пряник, совсем не обязательно ехать на завод. Все в центре. Магазины буквально на соседней улице. Заходите, пробуйте. И не только пряники. Мы в поисках самого интересного в Туле. Но то, чего нет на первых страничках интернета. Белезка пастила. А это калорийно? Нет. 378 калорий всего лишь. Десерт из яблок. Сезонный. Делают его до тех пор, пока вся Антоновка не закончится. Из ингредиентов еще сахар и яичный белок. Рецепту 134 года. Самое время калории сжечь. Это на улице Октябрьской. От центра 10 минут пешком. Где еще такого увидишь? На первый взгляд памятник динозавру. Не тут-то было. Что это тут за динозавр? Теща. Памятник чему? Теща. То есть для туляков и тулячек это нормально? Тираннозавр памятник? Ну да. Мне кажется, для всех нормально. Это памятник чужой тещи. Если серьезно, тещу тулики любят. И даже наряжают по праздникам. Тираннозавр в масштабе 1 к 43 символ пульского экзотариума. Здесь уже 27 лет разводят редкие виды рептилий. Гостей ждут даже ночью. Змеи в это время не спят. Животных здесь можно покормить. Гигантские летающие лягушки любят сверчков. А вот это долгожительница. Яблоки. Ну-ка, 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 еще. Опа! Приятного аппетита. Какая она прожорливая. Эта черепах, кстати, экзотариуму тульскому подарили в Сижельские острова. Ноги устали, глаз замылился. Самое время посидеть у фонтанов. Их вам даже искать не придется. В Туле они в каждом районе. Вот самый необычный напротив драматического театра на проспекте Ленина. Исполняет желание. Наталья и Александр советуют всем влюбленным приезжать сюда. Обувь снимайте и вперед! Еще нет второй половинки, тогда в ротонду на набережной. По легенде, одинокие здесь загадывают желание. Сбылось, приходят парами. Ой, спасибо большое. А чтоб не грустили. Было бы время грустить. Еще столько нужно посмотреть. Прямо напротив ротонды музей оружия, например. Главный совет – не зарывайтесь в путеводители. Не стесняйтесь, подходите к местным жителям. Они здесь гостям рады и дорогу всегда покажут, и плохого не посоветуют. Алина Цакаева, Илья Лесных, Сергей Намунко, Первый канал, Тула.